давайте исследуем работу с туннелями в части мы тут будем рассматривать туннель айпи версии 6 поверх айпи версии 4 мы будем него интегрировать а и так или наша цель собственно ознакомиться с этими туннелями и сделать туннель в принципе это достаточно практическая задача вот у нас такая схема сети вот у нас полностью сети пиве все 4 и две сети айпи версии 6 и нам нужно связать эти две сети и мы будем строить туннель по которому мы будем передавать трафик айпи версии 6 через сети айпи версии 4 на самом деле туннели могут быть какие угодно тут мы по-разному можем анкапсулировать трафик данном случае мы вот именно таким образом будем его делать вот у нас вот так вот наши адреса предлагается использовать но и естественно мы их будем конфигурить давайте посмотрим кратко как мы будем делать работу ну конечно вначале мы узлы настроим узлы у нас оба только по и пи версия 6 но и когда туннель будет построен естественно мы должны будем проверить что все работает дальше мы настраиваем маршрутизаторы значит первый и второй маршрутизатор ранее одним интерфейсом айпи версия 6 а другим айпи версии 4 ну вот собственно вот так вот у нас и прописано а третий у нас маршрутизатор чисто айпи версии 4 ну и в конце естественно проверим работает ли пинки проходят ли маршруты итак ну вот собственно у нас идет маршрутизация что мы должны сделать у нас динамическую маршрутизации мы должны построить естественно чтобы маршрутизаторы чтобы маршрутизаторы видели друг друга маршрутизатор R1 и R2 видели друг друга через R3 мы должны прокинуть ну тут рипом самая простая маршрутизацию чтобы мы могли связать их ну и следующий этап по айпи версии 4 они будут видеть друг друга мы должны добавить им айпи версии 6 то есть туннельчик прокинуть вот у нас тут энкапсуляцию задать надо у нас есть куча RFC которые задают энкапсуляцию в части тут у нас энкапсуляция это именно айпи версия 6 через айпи версии 4 значит ну и в конце для того чтобы у нас была маршрутизация для хостов которые у нас там стоят то есть PC1, PC2 мы должны статическую маршрутизацию кинуть через вот этот туннель ну и в конце мы проверяем инктрейс ну вот собственно и все это нам поможет нам поможет собственно всю нашу систему сделать и показать как работает туннелирование и так давайте мы запустим GNS3 и берем эту сеть и так давайте проект создадим ну сит назовем его например ну и быстренько накидаем нашу схему 2PC 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 PCPC это не то не туда попал CPC ВИЧ ВИЧ и рекомен маршрутизатора значит я в этом видео не буду менять пользователей в маршрутизаторе и убирать лишнее это уж сами вы пожалуйста сделаете на нулевой на нулевой на нулевой первые на нулевой Ну вот такая система. Давайте мы ее запустим. Так, ну и проведем конфигурирование. Ну вот мы в IP версии 6 сделаем. Видите, у нас маршрутизатора нет. То есть пинговать мы вообще пока еще ничего не можем. Второй. Значит, что я сделал-то, товарищи? Останавливаю ноды. Я не те маршрутизаторы поставил. Сейчас R1. R3. Значит, как вы знаете, что у нас Вайоста использует под систему маршрутизации. Проблема состоит в том, что вот этот дистрибутив FRR, он собран специально под GNS. И фактически все, что он содержит, это под систему роутинга. В данном случае, для того, чтобы мы туннель могли сделать, нам, кроме под систему роутинга, нужно еще средство создания интерфейсов для туннелирования. А он не умеет заделать? Угу. Вайос. 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 Плагин пароль. Вайос. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 Да, переставили Можно перегрузить Первый Пилот Второй Install Image Continue Я всю интерфейс-то нажимаю 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Да, тоже можно перегрузить И давайте мы тут Yes 1, 2, 3, 4, 5, 6 Так, установилась Перегрузим и третий Итак, не будем Я не буду, а вы будете Я не буду менять пользователя системного А имя все-таки хоста поменяю Но для порядка, да? Конфигура Конфигура Set LastName R1 Снимаем Unite Save Перегрузили ОС, конфигура, setEastName R2. Commit, save, IOS, конфигура, setEastName R2. Commit, setEastName R3. Commit, save. Commit, save. Commit, save. Все перегрузим. Commit, save. Ну, давайте теперь мы маркетизаторы будем настраивать конфигуры. Значит, что у нас на нулевой интерфейс вешаем IP версии 6 адрес. На первый интерфейс вешаем IP версии 4 адрес. И объявляем, что у нас интерфейс роутера, что это роутер. Ну, вот давайте мы еще тут IPv6 модной. Вот так вот. Видите, у нас роутера нету тут. Закомите. И появился роутер. Значит, ну, то же самое мы делаем. Так. Фигура. Здесь. Так. Ну и. Соответственно. Сообщаем. Сообщаем роутера. Show IPv6. Видите, у нас роутера нету. Допустим. Сейф. Роутер есть. Теперь прийти. Конфигруем. Давайте мы сюда вот повесим, скажем. Варшарк. Чтобы смотреть пакеты, как ходят. Ну и за ним посмотрим наш пакеты, энкапсулированные. Значит. Ну а тут просто два интерфейса. Два интерфейса без всего. Ну и вот, смотрите. Мы с первого пропингуем. Это мы пингуем третий, да? Вот мы отсюда пингуем вот этот вот интерфейс Ethernet 0. Вот у нас пошли арпы и пинги ICMP. А вот если мы теперь захотим пинговать интерфейсы Ethernet 1 и вот этот интерфейс, то у нас ничего не получится. Вот Network Unrichable. Соответственно, просто ничего не идет, потому что маршрутизатор не знает, что куда отправлять. И вот чтобы мы могли уже пинговать, мы должны добавить немного протоколу РИПа динамической маршрутизации. Вот у нас тут сразу пошли Internet Ground Message Protocol. Так, давайте мы теперь отключим на втором. Это мы все в конфигуре находимся. Комет. Сейф. Ну и две сети на третьем. Две сети на третьем. Смотрим. Вот они. Опять. РИП пошел. Вот сначала у нас реквесты были риповские от первого интерфейса, а теперь и от второго в этой сети. То есть мы просматриваем вот только вот этот кусочек с этими двумя интерфейсами. Видите? Рип работает. Ну и теперь мы можем пропинговать. То есть вот мы помним, что у нас пинки не ходили с R1. Так давайте. Ну вот этот пинк у нас и так шел. А теперь вот первый интерфейс и первый интерфейс R3 и первый интерфейс R2. Попробуем. Вот. Пинк пошел уже. В прошлый раз не ходил. И опять пинк пошел, просто раз не ходил. Но это все, как мы понимаем, не туннель еще. Это всего лишь навсего динамическая маршрутизация. Ну а теперь туннель создадим. Ну и так, туннелей бывает куча под каждую инкапсуляцию. В данном случае мы делаем IP версии 6 поверх IP версии 4. Поскольку это туннель IP версии 6. Он имеет адреса источника и получателя IP версии 4. А вот адрес самого туннеля IP версии 6. То есть с точки зрения IP версии 6 мы видим адрес IP версии 6. А он дальше сразу ныряет туннель и бежит по IP версии 4. Comet. Save. Ну и R2. Поднимаем туннели. Точно так же все. Даем адреса. Ну как вы видите сразу, что это адреса двух маршрутизаторов. R1 и R2. На концах. И весь туннель имеет адрес IP версии 6. Поскольку снаружи он просто будет выглядеть как хост IP версии 6. Comet. Save. Так. А что у нас? Вот у нас RIP идет. Пока ничего про туннель мы сказать не можем. Ну и в конце для того, чтобы мы могли пинговать с хостов PC1, мы должны задать статическая маршрутизация. На что у нас там? Если мы хотим пойти вот в эту сеть 102, а 1002 это вот эта сеть, а 1000 это вот эта. Вот в 1002 сеть мы хотим пойти, то мы должны идти вот через этот адрес. То есть через туннель, который находится на R2. Вот. Это R2. И... Comet. Save. Обязательно. А если мы хотим пройти с PC2, то мы должны... Пойти через R1. Ну... Вот у нас пока ничего. И теперь давайте попытаемся пропинговать. Будем надеяться, что у нас все работает. Пинг пошел. Это мы пингуем PC2. Что у нас? Harp. Rip. 2. Вот у нас... Смотрите. Появился тут ACMP6. Вот он. Пинг проходит. Вот. То есть мы видим, что у нас эти пакеты идут. Но они вмонтированы. Смотрите. В пакеты IP версии 4. Вот у нас самый внутренний пакет ICMP6. Он, естественно, вмонтирован в пакет IP версии 6. А IP версии 6, в свою очередь, конкапсулирован в пакет IP версии 4. Вот такое хитрое вложение. Ну и Trace, соответственно, мы можем сделать. Trace проходит. Ну и из PC2 то же самое. Давайте повторим. Вот. Идет. И Trace. Ну и давайте мы посмотрим наш. Это. А вот. Значит. Это вот это темные. Это Trace. Ну помните, что он как делает. Он пускает, меняя время жизни. Время жизни 1. Пакет 2, 3. Так, чтобы он умирал на определенном маршрутизаторе. И, соответственно, мы получали бы сообщение. Все маршрутизаторы по пути. Вот они, эти пакеты есть. Вот тут мы пропинговали теперь со второго на нулевой. 1002 на 1000. Вот опять у нас конкапсуляция. Да. 6, 6, 4. Вот она, эта конкапсуляция. И вот у нас ICMP для Trace проходит. Вот. Вот с помощью этого мы делаем Trace и определяем, какие маршруты проходили. Ну и вот он RIP 2. Через некоторое время он прорабатывает. И все. Таким образом мы, что сделали. Фактически мы, имея сеть IP версии 4 и две сети IP версии 6, мы связали эти сети друг с другом через туннель поверх IP версии 4 и IP версии 6. Ну вот, собственно, и все. Мы выполнили то, что мы хотели. Поехали. 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 Смотрите.